Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 11 января 2019 года. Вы смотрите канал «Глобальная волна». Цель и задача глобальной волны – создание предпосылок для перехода цивилизации на новый виток развития. Для этого нам нужно понимать, как устроена природа, как устроен человек. И сегодня гость нашей студии – Бондаренко Юрий Григорьевич. Тема – алгебра природы. Что такое заряд, что такое масса. Идут бесчисленные споры среди физиков, обсуждают. И послушаем сегодня вводную лекцию Юрия Григорьевича. Аппонировать будет лингвист Кулебаба Анатолий Николаевич. Себя не исключай. Да, и, дорогие друзья, Юрий Григорьевич сказал, что это будет интересно каждому, ибо речь идёт о Творце, о Создателе, и каждый из нас является Творцом-Создателем. Богом, можно так сказать. Даже не побоимся этого слова, каждый является Богом. Итак, слово Юрию Григорьевичу и презентация на экране. Вам слово, Юрий Григорьевич. Мы все созданы по образу и подобию. Вот образ и подобие – это как раз не исключает тот случай, когда мы являемся элементами Творца, а, следовательно, наследниками Творца. Ну и, безусловно, как это понять? Я в своё время уже выступал на глобальной войне и говорил о том, что начало есть Бог Один, то есть начало – единица. И действительно, корень бесконечной степени и софтуальной бесконечности приводит нас к единице. Хоть с малым элементом до единицы, любое количество, когда корни берём, мы приближаемся к единице. Большие числа берём, предельно большие, не любые. Мы всё равно за счёт корня, вхождения в начало, мы благодаря этому приближаемся к единице. Эта единица является исходной базой и формируется, если рассматривать каждый элемент этой единицы, и мы все вместе с вами являемся единицами, то Бог – это единое единство единиц. Это вот то самое начало природы, которое потом нас приводит к пониманию фактически исходного базового начала, когда из единицы, поляризуясь, формируется объект. Из этих объектов строится мир. И мы с вами вместе. Вот единое единство единиц показывает, что сама Вселенная как единица рассматривается, сам мир как единица, более широкое явление, которое состоит из масс Вселенных, галактики как единицы рассматриваются, каждая звезда – это единица. И мы с вами, планеты как единица, и мы с вами. Так вот, единое единство единиц приводит нас к тому началу, из которого за счёт поляризации формируется первый объект – объём. емкость, объект. Но надо начать, наверное, не просто только с объекта. Мы сейчас это рассмотрим. Надо начать с постулата. Вот. Что мы скажем? Основа постулирования. Мир включает в себя всё. Все Вселенные, все объекты. За пределами мира ничего нет. Абсолютная пустота. Всё есть живое. То есть есть развивающееся и есть исчезающее живое, распадающееся в небытие. Любой объект состоит из объектов. Я подключу более ярче, чтобы было. Отдельная часть объекта есть также объект. Все объекты состоят из видимой, действительно, внешней части и невидимой, мнимой, внутренней части. Поэтому это уже любой объект является комплексным элементом. Любой объект имеет внутреннее и внешнее комплексное поле. Внутреннее и внешнее поле. Никто же не будет возражать, что у каждого объекта есть внешнее поле. Кто-нибудь будет против этого? Вот мир и Абсолют есть вывернутый наизнанку полярный объект и состоит из полярных объектов. Ну, можно так сказать. Все внешние поля всех объектов мира есть внутреннее поле Абсолюта. или Бога, можете так назвать. Все внутренние поля всех объектов мира есть внешнее поле Абсолюта, Бога. Больше я не буду употреблять слово Бог, потому что это, ну, разительное явление для религиозника. надо, я буду употреблять слово Абсолют, чтобы все и понимали. Если мир, в мире где-то что-то взять, отнять, то где-то столько же прибавится. это и есть закон сохранения энергии. Вот это базовая основа, без которой мы не можем дальше никуда двигаться. Вот это базовая основа. Что такое энергия? Это неравенство. Давайте мы сейчас найдем поделение энергии, чтобы у вас было зафиксировано. Сейчас я подключу. Вот в данном случае я подключаю понятие, еще раз вот здесь вот вы видите Абсолют, есть объект, состоящий из всех объектов мироздания, что все их внутренние поля, есть внешнее поле Абсолюта, а их внешние поля, а все их внешнее, внутреннее поле Абсолюта, где критерием устойчивости и оптимальности являются золотые отношения. Между этими двумя полями на любых уровнях иерархии не играют роли. И обеспечивают динамическое равновесие этих внутренних полей. Объект при этом это пространство временной суммарный квант слоистой памяти событий, сформированный соццентром по образу и подобию окружающего мира, ну, практически всего мира, по месту и времени его развития, этого мира. Мы в свое время когда-то были в начале развития мира, сейчас мы продолжаем это развитие, мы развиваемся вместе с миром. Ну, в данном случае мы развиваемся вместе с землей нашей. Мы еще дети, как и земля, ребенок. Земля когда-то создана была солнцем, рождена солнцем, и мы по образу и подобию рождаемся так же. Когда-то земля станет звездой, и мы созревшие станем, ну, у нас тоже уровень созревания разный. Созревание на уровне физическом, когда мы способны рождать себе подобные элементы, вот в данном случае мы знаем, как формируется наше созревание к 15-20 годам. А дальше мы созреваем уже на уровне эмоциональности, ментальности, созреваем сознанием и созреваем эволюционно до космичности. И здесь можно было бы представить понятие человека с точки зрения ну, известное по Далю. Вот тут три-четыре вида человека по Далю. Этот человек плоский, мёртвый, вороватый, пригнетённый дух под спудом. Идея животного о форме человека. Но они не согласованы. Главная перспектива выживания, но при этом он может, конечно, желать жить так же, как и совершенный человек живёт. Для этого он не против власти, управления. Следующий человек чувственный, природный, признают только законы гражданские, вещественные. О вечности не помышляет, в искусстве падает, более умирает и вновь рождается, чтобы обрести гармонию. Вот тут работает реинкарнация. И мы воплощаемся много раз для того, чтобы, в конце концов, развить в себе совершенствование. Ну, любят, конечно, и власти деньги в данный момент, когда это всё модно. И главная перспектива развития, развития сознания. Человек духовный, по вере, это уже третья, в своей доброте и истинности. Цель его вечность, закон, совесть в искусстве побеждает, в искусстве. человек благодатный, постигает по любви свою веру и истину. Цель его в царстве Божия закон духовное чутьё искушение презирая. И я внёс ещё пятое определение. Человек осознающий космический позволяет исполняет законы природы, живёт в согласии с миром здесь и сейчас. И цель его совершенства и служения. А закон золотое отношение. Ну, безусловно, служение, потому что он является подобием Абсолюта, потому что в нас вносится мир Абсолюта, и мы подобно Абсолюту вовне и испускаем внутренне своё состояние. Если мы совершенствуемся, то мы совершенствуем и сам Абсолют. И вот это закон служения, конечно, и золотое отношение это в основе лежит. Ну, перейдём к следующему. Обратим внимание на то, что энергия, она берётся из природы на основе фазовости самой природы, самого динамики вращения. Мы потом расскажем, почему объекты вращаются в космосе, особенно в свободном режиме. Мы это всё увидим. Ну, на основе свободы появляется фазовая, модель фазового образования памяти, памяти событий. По сути, ну, вот, если на земле скажем, суточное вращение, суточный цикл или годовой цикл. У нас есть утро, день, вечер, ночь. И каждый раз энергии разные. И в зависимости от разных энергий к нам на пластовании энергия происходит разное. Да, ночью большая тишина и тонкость восприятия увеличивается. Днём шума больше окружающего мира, но восприятие мы принимаем энергию уже окружающего мира. Вот на этой основе формируется энергия в нас самих. Ну, и в любом объекте мира, в любом объекте мира. Мы потом рассмотрим, как работает закон Лоренца, как работает конвергенция-дивергенция, то есть спин, как, что такое северные и южные полюсы у Земли и так далее, полярные полюса. Ну, и все эти вопросы нами будут дальше рассмотрены. Важно нам сейчас посмотреть, как фаза развивается. Я здесь пока только затрону аспекты, которые потом более детально мы разберем. Вот, например, единица. Диапазон для единицы это плюс-минус единица. Диапазон, божественный диапазон. Это максимум, это будет разность этих двух единиц полярных. Это будет двойка, а сумма ноль. То есть от двойки до нуля у вас есть диапазон, который принимается любой объект у себя в центре на антенне, в своей антенне. У нас в центре все, у всех объектов центр это антенны. Потому что заряды все будут разбегаться от центра, они отталкиваются друг от друга и уходят впереди. И центр всегда освобождается, поэтому он является антенной. И будет напластоваться двойка, весь мир. Поэтому двоичная система, мы используем двоичную систему только поэтому, потому что мы способны с помощью двоичной системы моделировать мир, моделировать развитие, эволюционное развитие любых объектов. Потому что мы используем тот же закон, что к нам нам дается от природы. От природы. Вот диапазон. Плюс-минус два, вот здесь два, плюс-минус два. Здесь если взять на, взять на, ну, так скажем, если мы говорим о Земле, между Южным и Северным полюсом, между Конвергенцией и Двергистей есть экватор. И вот экватор, ну, или, можно сказать, широта какая-то, определенная широта, где мы живем. На этом экваторе начинать вот рассматривать плоскость этого явления. Потому что при вращении эта плоскость некоторым образом повторяется с некоторым искажением, изменением и с некоторым изменением энергии. Как раз та энергия, которая у нас и напостовывается. Появляются четыре сектора ортогональных сектора. Вот еще у Гегеля было говорилось тезис-антитезис-синтез формируется, то есть две противоположности, ну, например, женское, мужское, инь-янь, и синтез между ними и дает золотое отношение. А когда мы говорим о тезис-антитезис-синтезис, то есть вот эта полярность одна, полярность другая, ортогональная, независимая относительно друг друга, дает нам более широкий спектр отношений, дает полноту информации на плоскости, экваторальной плоскости, и этим самым дает фазы, циклические фазы. Ну, если мы пройдем по даже ортогональным явлениям, четыре фазы, например, у Солнца, если рассматривать экватор Солнца, то мы заметим, что на этом экваторе есть четыре среды, которые способны на основе абагадра формировать, синтезировать объект, ну, следующую планету, например, синтезировать объект, который потом будет накапливаться и выходить из орбиты Солнца, из глубины Солнца. Ну, например, сейчас Меркурий, известно, что Меркурий движется с некоторым отклонением, математики подсчитали, что там внутри Солнца есть осциллятор, правда, Геймсбург пытался против сказать, но еще, когда ему показал книгу, где я его критикую, он сказал, что физика не может ответить ни за, ни против, отказался от комментариев, ну, по крайней мере, уже принял позицию возможности такого. Да, действительно, внутри Солнца формируются, астрологи называют этой планетой вулкан. есть такой вариант. Ну и когда вулкан рождится, нас оттолкнет, Меркурий оттолкнет на следующую орбиту, Венера дальше на следующую орбиту, может быть, на нашу орбиту, а нас оттолкнут дальше от Солнца, ну, например, в сторону Марса. В общем, процесс, да, в этот момент может произойти катастрофа на Земле, ну, замерзнуть могут существа мгновенно, потому что, если выскочит материя из атмосферы, за грани атмосферы, то 200 градусов или хотя бы 180, 200 градусов это минус, температура огромная. Возможно, мамонты, когда рождался Меркурий, мамонты от этого и вымерли, мгновенно замерзли мамонты, из-за чего? Огромная отрицательная температура могла создать ситуацию, когда во рту у мамонтёнка мы сейчас замечаем трава ещё осталась, так и сохранилась, непрожёванная. Вот эти все вещи, они показывают общую картину рождения всех объектов мира, потому что все объекты мира формируют в себе подобные объекты. Это общий принцип эволюционного развития. Ну, давайте мы сейчас картину, общую картину представим. вот фазовый процесс эволюции мира. Ну, вот о сингулярности мы сказали о начале начал. Теперь мы... Остатка сингулярности. Сингулярность – это начальная, исходная, базовая основа, которая позволяет сказать вот эту точку, исходную точку, единицу, и из нее, как из нее формируются первые объекты. Объемы, я вам говорю, объект, объем, емкость. И на дальше в любого объема объекта имеется центр, это центр на основе мегантропии, на пластовую события окружающего мира, а на периферии работает энтропия, рассеивание отдается. И вот постоянный обменный процесс формирует объект. Ну, чтобы доказать, показать реальность этого явления, например, можно сказать, что Солнце растет, Земля наша растет, Луна растет, а когда они растут, у них появляется увеличение расстояния между ними. Это известно, измерено, до Луны пускались луч, измеряли и получали, что в год растет несколько сантиметров, да, там, три сантиметра, я не могу сказать точно, но сантиметры расстояния увеличиваются постоянно. Солнце тоже растет, но откуда, посмотрите, Солнце сколько излучает энергии, протуберанцы там мощные, свет излучает, постоянная энергия, она согревает наше и все окружающее пространство, оно является родителем, родителем наших планет, ну, и нас вместе с нашими планетами, родители. У Солнца есть свой родитель, вокруг которого оно вращается. Вот мы летим сейчас к родителю Солнца, но родитель Солнца вращается вокруг галактики, в центре галактики, и рукава там, вот я говорил о четыре сектора на экваторе, вот рукава, когда рождается из каждого сектора какой-то объект, ну, типа, вот в данном случае на Солнце возникает планетарная система, она потом будет превращаться в звездную систему, потом будет превращаться в галактику, и каждый сектор будет вырабатывать подобно себе, подобно Солнцу планеты. Планеты будут сотревать, превращаться в звезды, звезды будут рождать дальше, и появляться вот эти четыре рукава у нашей звездной системы, ну, в данном случае у Солнечной системы. А пока мы видим галактику. Подолго эти рукава сворачиваются в единый, ну, на основе Аббагаза в единую картину, систему, и, в конце концов, превращаются в единый шар, шаровидную галактическую систему, мощную, световую. мы это замечаем, я уже не буду рассказывать, как возможно превращение таких галактик в более плотную систему или менее плотную систему, это уже дальнейшие вопросы, это, если понадобятся такие вопросы, мы можем их рассматривать, но нам не это важно, нам важно понять, как эволюционно мы с вами развиваемся и на какой основе, и вот эту вот общую, единую основу природы, мы видим, что мы таким же образом разрождаем себе подобные объекты, они развиваются и становятся и могут становиться космичными, как я показывал вам. Итак, посмотрим эволюционный процесс. Вот есть, ну, вы видите, причинно-следственная эволюция объекта мы фактически здесь выразили, то есть обменные процессы через центры и через период многоэнтропии и энтропии каждый объект в конце концов развивается, расширяется, размножается, но не забывайте, что он размножается квантованно. Квантованность определяется золотым отношением, мы это всё увидим, посмотрим, почему и как. но выше кванта мы не можем слишком быстро измениться. Ну, вот, сейчас акселерация увеличивается, и мы сейчас видим, что наши дети выше по росту, размеру, и вот это мы замечаем, что некоторый образ кванта изменился за счёт акселерации. Ну, это нормально. Юрий Григорьевич, можно задать вопрос? Да. Вот, вы говорите практически обо всём, и получается, что ни о чём. А у вас должна была физика быть, да? Я, безусловно. Я сейчас показываю, вот данный случай, причину следственной эволюции объекта, я сказал. Теперь статистика. Вот, есть в природе статистика, я сейчас её покажу вам. Вот она, она. Вы видите? Да, зрители видят. Вот, не переключилось, я вот переключил себя, а здесь не переключилось. Стоит не то. Не знаю, почему. Ну, вот, в 60-х годах, там фрагмент, а здесь полная картина, я думал, что здесь будет ярче. Ну, ладно, пускай будет так, как вы там показываете. Ну, хотелось бы, вот я выхожу на этот, вот сюда вот. Нет, крупный план, всё в порядке. Вот, пожалуйста. А, вот это хорошо. Так и держите. Вот, статистика. в 60-х годах исследована вся фауна и флора Земли. И опубликовал результаты этого исследования Численко. Вы можете увидеть, ну, прочитать это, всё известно. И там показано, что угол, вот этот фи, 45 градусов. Что это значит? Это значит, что логарифм вот этой протяжённости длины объекта равен логарифму веса или времени развития. Времени развития. Ну, посмотрите, если они равны логарифм веса времени и логарифм длины времени то значит степень развития объекта по весу или по размерам будет время. Степень будет время. Следом, мы развиваемся в центре каждого объекта постоянно включается окружающий мир. мы развиваемся на основе времени. И поэтому логарифм пространства есть время. То есть степень пространственного развития нашего во времени равна времени. Вот это очень факт важный. важный тем, что он показывает определяет процесс развития математически. Мы можем на основе его привязаться к нему и понятийный аппарат более глубоко изучать. Можно еще один вопрос. Сейчас я это... Второй. Вот есть химические элементы мозли. они также формируются на основе времени. Есть еще планетарная система, солнечная система Кеплером, по Кеплеру. Та же самая логарифмическая картина. Та же самая логарифмическая картина показывается. То есть закон единый для всех и на Земле и в космосе. Ваш вопрос. Вот я сейчас поддержу последнюю вашу фразу. Все законы мироздания адекватные, аналогичные, также действуют между собою с строительным подобием, соответствующим сходствам. По образу и подобию Бога. Это все правильно. Я про Бога ничего не сказал. Нет, ну я мироздание. Но я не сказал. Ну хорошо. Вот. Так вот бинарность это биполярность? Я задал вопрос. Бинарность? Это биполярность, да? Ну биполярность, да. Вот это есть сингулярность. А единица это матрица моночастица. Любая. Правильно сказали. От молекулы до до она безразмерная единица. Она всемирная. всемирная единица. Единица. Поэтому есть экстремум, минимум, максимум, экстремум единицы, вот, а максимум моночастицы. А внутри минимум, это серединка, это самая таинственная нулевая часть. Вот. Это помощь физикам от лингвистов. Спасибо. Спасибо, да. Ну, это не противоречит тому, что я говорю. я как раз поддержку дал вам. да. Еще одну поддержку дам. Энергетизм, это электромагнетизм, поляродинамизм. Поляродинамизм, это есть то, о чем вы говорите постоянно, изменчивость. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Вот интересный факт. Как работает время, вот мы поняли по статистике, что благодаря пространству есть время, как работает время и как оно формирует пространство вокруг единицы. Вот я беру единицу, прибавляю обратную величину времени и ввожу в степень времени. Это очень момент важный. И я получаю константу натурального логарифма. 2,7 и так далее. Вот еще один интересный факт. Если я внешние поля, а внешние поля это обратно внутренним полям, если я взять обратно внутреннее поле у меня положительное, то внешнее поле у меня отрицательное, а внешние поля именно складываются и формируют нам будущее, наше будущее. Об этом еще Козырев показал, как формируется будущее, одновременно настоящее прошлое будущее. И вот если я возьму в данном случае вот такую картину, она у вас не переходит. Ну, ладно, я не знаю как-то. вот такая картина вот здесь вот есть параллельно последовательное сложение пространства единиц, внешних полей. То вы посмотрите, сложение дает нам связь сложения аддитивности и мультипликативности. то есть сложение сумм накопления их, а потом проникновение друг в друга и все это связано с единицей. Все это равно единице. И поэтому есть такая формула, она известна. На ее основе я вычисляю тонкую структуру физики. тогда, когда аддитивность вот объем умноженный на время накопления окружающего мира времени событий в конце концов равно события в степени времени. Я тут не понимаю. А вот здесь вот смотреть надо. События в степени времени. Да. Степень, потому что у нас логарифт пространства есть время. вот только поэтому степень времени в степени есть время. Так вот. Статус, степень, уровень вообще-то. Вот это надо глубоко понимать, эти вещи, уже осознавать, учитывая статистику. Итак. Разрешите, я проверю, что, почему не демонстрируется. это нам появляется и вдруг потом исчезает. Так, PowerPoint, да? Можно, да? вот, вот, вроде срабатывает. Сейчас я там проверю. Здесь я сейчас переведу. Сейчас, спасибо. тебя. Вот опять не срабатывает. Вот я сейчас перевел. Волновая структура объекта. Так вот, еще один вопрос последний. Мир строительный или дуально-противоположный? Струительный обязательно, но и одновременно дуально. Мир, он один. А в нем... Я спросил, коллеги, мир строительный или дуально-противоположный? Как понять, почему, вы рассматриваете, строительный, дальше что? Почему дуально-противоположный? Да, тезис, антитезис есть, такие понятия. Диалектика, это, дилетика преподносит на дуализм. Диалектика работает, правильно. Все прекрасно. Она же не должна работать. Почему же не должна? Мир строительный. Строится полярность, потому что каждый объект полярен, и внутреннее, и внешнее поле есть. Внешнее, внутреннее, наружное, да. Внешнее и внутреннее, поэтому они полярны. Это один положительный, другой отрицательный. Поэтому это работает, дуализм прекрасно работает. Но когда мы взаимодействуем, идет внешних полей, а внутренние поля, они не взаимодействуют, они внутри нас. То, что мы внутри себя нарабатываем, это другой вопрос. Они тоже взаимодействуют, там происходит. Но в основном идет внешнее, в мире взаимодействие внешних полей. И поэтому внешние поля, когда взаимодействуют, они напластовываются в центре, и события будущие формируются в центре. А до периферии еще надо время пройти этот участок. И поэтому возмездие, кто неправильно живет, позже наступает. Итак, ну вот здесь перейдем к следующему понятию, понятию золотого отношения. Ну, вот здесь вот я показывал волновую структуру, но я не вижу здесь, что-то не работает. Сбивается в инстанции. Сбивается, если бы вот так отсюда задействовали, надо бы у меня взять кабель. У меня был кабель такой. Он на... А вот сейчас ничего нету. Вот этот? Нет, я вот этот вот показывал, допустим, и сюда переводил. И когда перевожу сюда, вот сейчас хорошо. Единую целую цельную. Но самой картин не вижу. Все нормально. А, вот сейчас появилось. Вот что-то... Вот, еще раз, значит, события напластовываются в центре, там формируется, как бы, из внешнего мира приходит сюда в будущее, потому что во внешнем мире происходит после взаимодействия с окружающим миром, с абсолютом, формируется то, что с нами должно произойти, и оно напластовывается в центре. тот, кто сумеет заглядывать к себе в сердце, тот может видеть будущее. И такие элементы мы знаем. Например, описание Титаника, как погиб Титаник, столкнувшись с айсбергом. Мы это знаем, специально книга была, а потом только этот событий произошло. И таких вещей очень много. особенно в книге написанная это голографическая вселенная Талбетта. Можно эту книгу прочитать и много вещей познать. Следующий. Давайте рассмотрим, как же эволюция происходит. Ну, вот мы понимаем, что в центре идёт напластование нового события. Но это событие-то разбегается, а следующее за ним, следующее событие возникает и так далее. Поэтому последовательно событие за событиями формирует спираль, сферическую спираль. ДНК это цилиндрическая спираль, потому что там центр всегда уходит от... смещается, и поэтому формируется цилиндрическая спираль. Ну, вот как верёвку, если с одного конца закрепить, а дальше заворачивать очень сильно и отпустить её, то она формируется в глобулу, верёвка сама. Появляется отрицательная спирализация, то же самое в ДНК. Но мы рассматриваем сейчас сферическую спираль. Сферическая спираль идёт к периферии, она разбегается, от центра уходит, и поэтому сложение идёт во времени. Вот здесь вот, кстати, это написано, почему не переключилось, у меня давно здесь другая ну что, я это давно здесь стоит, я пытаюсь рассказывать о нём. Вот, что тогда сделаем, уберите целый экран, он демонстрирует окно, но то, что уводится на целый экран, не демонстрирует, потому, что надо нам будет демонстрировать экран сам. Нормально пошло. Остановить, ну пошло, потому что я переключился на окно, а не на целый экран, а тогда нам сейчас нужно включить именно экран. Экран, вы будете это, чтобы было видно, там нужно экран демонстрировать. А как необыч? Нет, не это, а экран. Вы это будете? Целый экран. Подождите, вы про это будете говорить? Ну, если сделать на полное окно, на целое окно, на всё окно, как вы сейчас сделали, и исчезнет демонстрация. Ну хорошо, я буду вот это оставлять, не буду переходить на целое окно. Хорошо. Спасибо. Так вот, в данном случае следующие это друг за другом события складываются аддитивно, то, что я вам показал. А дальше аддитивность и мультиклиативность. Вот в данном случае аддитивно накладывается одно событие на другое. Причём, так как событие расширяется, вот эта спираль расширяется, радиус его увеличивается, то идёт смещение. Поэтому идёт смещение одного события относительно другого. вот t-1 и t со смещением будут складываться. А дальше получается сумма. И вот эта сумма, она как раз формирует нам будущее в нашем понимании, в нашем внутреннем мире. Если сумма относится вот здесь вот прошлое и будущее, если сумма ну прошлое и настоящее равняются будущему, если сумма относится к большее, а что большее? Ну, например, настоящее, то отношение к настоящее и к прошлому будет больше, это будет эволюция. А если вы будете наоборот рассматривать сумма относится к прошлому, а прошлое и будущему, то это у нас будет инволюция. Вот это вот понятие инволюции и эволюции связано о том, как у нас в настоящее время мы формируем для себя какой потенциал по сравнению со вчерашним днём. Хотим улучшить ситуацию, события или ухудшить. Вот в данном случае мы пытаемся улучшать жизнь и действительно мы формируем эволюцию. И благодаря этому у нас происходит эволюционное развитие любого объекта, в том числе и Абсолюта, в том числе и мира, и галактик, Вселенная, галактик, звёзд и нас с вами. Позвольте, да? Одну минуту. Значит, Абсолют это атрибут, предмет, идеал это образец, оригинал, а абстракт это конструкт, концепт. Это для всех зрителей, чтобы знали. Это такие мирозрительские ориентации. Абсолют атрибут, предмет, идеал образец, оригинал, а абстракт, конструкт, концепт. Ну, давайте посмотрим, что такое предмет, процесс и явление. Вы хотите это услышать? Мир весь предметный, абсолютно. Да, да, предметный. Вот у нас есть такое понятие. Объект, я, предмет, исследование, предмет, это мир, космическая гармония, возникающая из ничего. Предмет это сущность материи или материализация сущности. Это толкование. Толкование, да. Процесс это последовательная смена состояний объекта, описывающая объект, можно представить в виде смены состояния, как, нет, описывающая, так, описываемая как операция над аргументами, событиями. Например, смену состояния объекта можно представить в виде смены состояния синхронного или асинхронного автомата. Вообще-то мы все автоматы природы только, природы, божественные автоматы. Можно я добавлю чуть-чуть. Значит, мгновенно это моментально, одновременно, а вот одномоментно это синхронно, соэлементно. Одномоментно это синхронно, соэлементно. Это то, о чем вы говорите сейчас, как все соединены, все. А явления это состояние объекта, возникшее в результате процесса над предметом или окружающим миром, выражая события как результат холодного синтеза или состояние, образующее его в течение очередного цикла. Вот мы говорим, что почему-то бояться этого ученого холодного синтеза нельзя рассматривать. Почему-то бояться его. Так вот, на Солнце происходит холодный синтез только на уровне высоких энергий. Мы просто иерархию не воспринимаем правильно. Вот холодные синтезы везде идут, события везде напластовываются одно и то же. И холодный синтез внутри нас, внутри каждой клетки происходит. Так же и на Солнце, так же и в Абсолюте, так же и во Вселенной, даже в Галактиках, на периферии уплотняется событие. На периферии клетки уплотняется событие. Холодный синтез, там происходит, аддитивно-мультипликативный синтез идёт. А, ну вот, проникновение. А это проникновение выражается, в конце концов, формирует плотность, а плотность формирует температуру. А температура у каждого объекта, у каждого по размерности, по иерархии, температуры разные, плотности разные, температуры разные. Но это всё связано полностью с холодным синтезом. И не надо тут придумать горячий синтез. Ядерную энергию можно, конечно, вы за счёт критической массы создавать и вытаскивать из элементов. Но в природе там всё проще. И поэтому если там единственное, что происходит, когда превращается, набирает массу, допустим, планета, набирает энергию в себя и включает, переходит в звезду, то да, то здесь происходит некоторое воспламенение самой звезды. Оно рассматривается как взрыв звезды. И даже мы говорим, что рождение звезды, рождение галактики и так далее. Вот в этом смысле да, это возможно. Но здесь нету, опять же, это просто очередной переход из количества в качество, в новое качество. И всё. А последовательное накопление этого количества идёт на основе холодного синтеза. А явление диссипации что такое? Диссипация это рассеивание. Рассеивание. Это энтропия. Ну да, да. Я это характеризация. Ну, характеристика этого явления. Так дальше что? Вот если рассматривать точку отсчёта, вот я сейчас специально показываю вам точку отчёта в развитии мира и его мерности. Ну и также и нас. Вот если мы знаем, что зигота, да, там просто развитие на разных уровнях по-разному происходит, мы создаёмся по эталону. Поэтому потом мы рассмотрим, что такое душа, это, как это всё формируется. Вот зигота, эталон эмбриона является сперматозоид отца. Попадая в клетку, формируя зиготу и дальше развитие эмбриона формируется. Но в данном случае мы рассматриваем, как поляризуется единица, как вот единица через бутон раскрывается и параметры все, объёмные параметры x, y, z, частоту, свою собственную частоту имеют, индуктивность наслоения событий и формирование вот этого индуктивности событий. вот это всё ёмкость внутренне внешнего поля даёт ёмкость. Вот эти вопросы, они, естественно, возникают в объекте, когда правильно сформированы объекты через внутреннее внешнее поле. и в этом случае развитие объёма, ну, например, в данном случае мира самого или Вселенной, вот в направлении, в одном направлении, только в том, где единица, единое единство, единое единство и единица сохраняется. Она направлена, вот, видите, у меня стрелкой показано в этом направлении, но отрицательных вот этих позиций в природе нет, и поэтому за природа никогда отрицательные атрибуты не имеет. Она в себе имеет всегда положительный объём, положительный сектор, но в этом положительном секторе есть единица, как и диапазон изменения этой единицы. Плюс, минус единица даёт двойку, плюс, минус четыре. В общем, развитие в глубину идёт. Всё тоньше и тоньше объекты, шире и шире мироздание само. В мироздание устремляется бесконечность, а элементы развития его, элементы, устремляются в тонкость в сети сетей, но всегда в положительной области. И вот это вот то, что нам математики, физики нам рассказывают и про отрицательные области, это неверно. Это ошибочно. И вот здесь, когда мы рассматриваем уже единицы и распаковываем их, вот в данном случае показывается распаковка единицы внизу, на внутреннее и внешнее поле, вот внутреннее поле это единица плюс то, что мы приняли из внешнего поля R, а во внешнем поле это отрицательное значение этого внешнего поля. Вот поэтому внутреннее поле это единица плюс то, что мы откуда-то взяли, где-то убыло, а где-то прибавилось. Вот где прибавилось? Во внутреннем поле, а где убыло? Во внешнем поле. И вот так мы разбиваем, поляризуем эту единицу на комплексные элементы. Видимые и невидимые элементы. В какой среде находится весь предметный мир? В какой среде находится весь предметный мир? А вот мы как раз и формируем. Среда формируется из того, что каждый объект формирует себе подобные элементы. Я спросил среда, где находится Солнце, где находится Земля, окружающая среда? Вот Земля находится в поле Солнца. Солнце со всеми своими детьми, планетами, находится в родителе, в поле своего родителя. Поэтому мы крутимся сейчас вокруг определенной звезды Солнца вместе с Солнцем. Полярная звезда? Ну, видимо, полярная или... Я-то спросил про пространство, что это такое? А пространство это поле, вот это поле, внешнее поле Солнца. Оттуда, откуда взято и сформирована сама структура, внутренняя структура Солнца. Вот в этом поле внешнем, мы пользуем... Вы тут увидели абсолютную пустоту, сказали, в начале. Это вакуумное состояние, вакуум. А есть в природе вакуума? Я же, если откуда-то взять, там появляется вакуум, некоторый, некоторый вакуум. Если больше взять, больше вакуум формируется, еще больше, еще больше вакуум формируется. Но все равно это среда, все равно это элементы, то есть, среды, откуда можно черпать энергию. Вот я и спрашиваю, что если вакуум, это не измерительная единица, то... та субстанция из единицы берется. Вот это Один, понятие единицы, она в себе содержит и плюсы, и минусы. Вот когда я черпаю из-за единицы и куда-то вкладываю, я фактически поляризую, но у меня еще есть из единицы, что черпать. И я черпаю и черпаю до нуля, до бесконечного нуля. до бесконечности черпать нужно. Поэтому не черпаема единица не исчерпаема. Это называется не исчерпаемость. Да, поэтому энергия всегда сохраняется. Мы где-то откуда-то берем, куда-то вносим, но энергия единицы всегда сохраняется. Поэтому единое единство единиц всегда остается, есть и будет. Всегда будет. это понятно? Мне хотелось бы, конечно, слышать отклики. Очень важно ответить на те вопросы, которые могут возникнуть, потому что это отличается от того, что нам дают в школах, в институтах и так далее. Итак, следующее. Вот мы хотели посмотреть с вами, как формируется, что такое золотое отношение. Вот этот слайд. Вы посмотрите. Итак, эволюция на основе идет золотого отношения. Золотое отношение, вот равновесие, когда сумма к большему, как больше к меньшему, формирует эволюцию. И действительно, если мы возьмем внутреннее, сложим с внешним, мы получим всегда единицу. Если мы внутреннее умножим на внешнее, а внешнее мы знаем, если оно наше, внешнее поле, то оно минус единицы дает. И вот два решения этого уравнения, вы можете проверить, школу, кто проходил школу в 10-м или в 9-м классе, всегда система уравнения легко решается. Решение этого уравнения будет 1,618 и минус 0,618. Правда, есть и другой вариант, минус 1,618 и плюс 0,618. Это типа женского мужского принципа инь и янь. Но в принципе внутреннее всегда больше, чем внешнее с точки зрения эволюции. А женское мужское принцип это слоистость. Что вначале? Женская основа, потом мужская и так далее, или вначале мужская основа, потом женская и так далее, и так далее, эволюционное развитие. И поэтому у женщины и мужчины у нас по-разному формируются формы. Это надо видеть на основе когда я золотое отношение рассматриваю с точки зрения пузыря в пузырьке. Ну, давайте посмотрим, тогда мы можем увидеть и этот фактор, и этот фактор. Сейчас мы попытаемся найти пузырьке. Так. Так. Как, наверное, раньше. Это легко было бы прямо буквально показать на доске, прямо нарисовать. Но придется искать все-таки картины, которые могли бы нам эту форму сформировать. Кто так красиво нарисовал это все? Ну, это я рисовал, это трудный процесс. К сожалению, я не художник, конечно. У меня картины есть, если жип, еще маслом. А вот такими на компьютере я не очень красиво рисую. Но, тем не менее, приходилось этим заниматься. Только это все ваши, да? Да, 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 да. Приходилось этим заниматься. Так. Ну, что ж, такое никак... Тут слишком очень много, вообще-то, слайдов. Очень много слайдов, потому что каждую деталь надо обосновывать, показывать. Потому что без этого неубедительно выражать на основе... Ага. Ага. И поэтому... А, вот, нашел. Вот видите вы. Вот если мы напишем А плюс Б к А к А к Б, но при этом А больше, а вот здесь вот, наоборот, Б больше, вот в следующей формуле, то мы увидим в данном варианте А, если больше, то плотность здесь... Пузырь в пузырьке, если это рассматривать. Плотность А больше. Конечно, будет, если через пупочную связь, будет выпирать А внутрь структуру и в Б, и в окружающий мир. Ну, вы понимаете, что это мужской член, а это женский член. Вы видите, фактически женское и мужское чередуются. И поэтому, когда мы рассматриваем чередование женского и мужского в организме, с чего он начинается, то мы и появляются у нас... У кого-то, уже у мужчины одни выпирают формы, у женщин другие выпирают формы. И функции соответствующих этих форм становятся разными. И вопросы понимания, вопросы осознания окружающего мира, восприятия его тоже по-разному. Поэтому мы стараться должны понять женскую сущность, войти в ее состояние, понять ее и принять так, как она думает. И помочь ей разобраться... А она нам поможет в нас понять нас и поможет разобраться нам в тех вопросах... Да, пожалуйста, есть вопрос. Мужчина опознает Бога через женщину, а женщина через мужчину. Безусловно, вот слышно это было, да? Нормально? Должно быть. Должно быть слышно. Ну, очень хорошо. Я могу повторить, что, действительно, мужчина хорошо понимает женщину... Вернее, мы понимаем вообще друг через друга. Познаем. Легче. Понимаем. То есть... Познаем. А? Познаем друг друга. Да, и... Я не... Познаем. Познаем. Да, познаем друг друга через... Себя познать надо через другого познать. Потому что я не могу себя познать до конца. Если сам в себе находишься, это невозможно понять. А вот, когда я познаю через другого, я начинаю входить в его состояние и понимать. Ну, я могу определить, в чем он ошибается, в чем он не ошибается. Могу принять его и сказать, вот, но я понимаю немножко по-другому. И выразить свое понимание. Если согласие есть, то появляется общая энергия. Энергия накопления. Энергия согласия. Энергия, которая нас совершенствует. А если есть несогласие, упрямство и нежелание понять друг друга, то в этом идет... На этой основе идет разрушение обоих. И вот это... Вот в группах, когда работают в группах, надо всегда искать согласие. Да, можно несоответствие какое-то определить, что-то находить несоответствие. Но это надо выражать. Выразить и обоснованно это несоответствие иметь. Сомнение, это противоречие и подозрение. Да, да. Не должно быть сомнения. А вот выразить свое, уверенность свое, доказательно, имея доказательство, это пожалуйста. Если это доказательно принимается, то в этом случае все. Идет согласие, и тогда совершенствуется человек. Тогда группа тоже появляется у группы энергия, увеличивается энергия. У кого-то, если постоянно возникает противоречие, такой человек убежит из группы. Он потому что разрушаться будет очень быстро. Группа поддерживать друг друга будет, а он будет как, ну, исключение. Спасибо. Это тоже важный момент, который мы оговорили. Ну вот мы сейчас увидели процесс женского и мужского принципа, и не янь. Это на основе золотого отношения. Заметьте, это и в природе ведь тоже все формируется на основе золотого отношения. Поэтому это очень хорошо нам помогло. Итак, пойдем дальше. Мы сейчас фактически строим опору будущего нашего понимания, опору того учения, которое мы будем создавать, формировать. И вот мы с вами фазовым процессом занимались. Вот этот фазовый процесс, мы говорили, вот посмотрели статистику. Статистика показала, и Численко, и Мозли, и Кеплер показали нам, что да, имеется единый закон. Вот дам случай золотое отношение. Синтез происходит, исходит из центра, наполостование идет на периферии. Вы знаете, плотность и энергия огромные там, где массы уплотняются, да? А это, как правило, на периферии. И вот, ну ладно, это есть, американцы хорошо рассмотрели, они заглянули вглубь Солнца за счет частотных модуляций, за счет подачи разных частот. И посмотрели конвектный процесс обмена на периферии Солнца. Он и у нас происходит в наших телах. Если нам холодно, у нас кожа сжимается. Но это все связаны с конвектным процессом. То есть из-за энергии мы излучаем энергию. Мы излучаем тоже тепло, потому что это тепло внутри нас формируется. Потому что некоторая плотность, увеличивая энергию, температура, возникает за счет плотности энергии, плотности материи. Итак, следующее. Я рассматриваю четыре фазы космической эволюции. Это звездная эволюция, это роноэлектроновая, вот здесь написано, звездная эволюция в галактиках, в звезде. То есть внутренний процесс внутри звезды происходит. Там доходит этот процесс до глубинных, за счет температуры, до очень высоких тонкостей энергий. И высоких энергий, и тонкостей. Дальше минеральный процесс. Вот рождается внутри звезды в четырех фазах. Могут рождаться планеты. Ну, зачатие планеты. Потом планеты нарастают там и выходят из звезд. И формируют, в конце концов, планетарную систему. И вот это вот уже внутри звезды, начиная, а потом уже близко, когда к звезде планета находится, ну, например, так как Меркурий находится, ну, вот вулкан там уже есть, Меркурий, потом Венера. Там происходит минеральная эволюция. Минеральная эволюция, когда минералы формируют деревья, то есть растительность на основе минералов. И Земля показывает это, что есть такие вещи, они существуют. Даже у нас на Земле можно проследить эти элементы минеральной эволюции. Это мы сейчас увидим. Дальше органическая эволюция. Это уже на поверхности Земли, где имеется воздушная среда, водная среда и материальная среда, появляется органическая эволюция, фауны и флоры. То есть и растительный, и животный мир. Весь то, что мы в статистику увидели, что есть единый закон формирования этого явления. И дальше духовная эволюция. Вот сейчас в человеке происходит эволюция духовного развития. Да, пока мы еще дети, мы не можем стать галактическими объектами, то есть людьми или гуманоидами, но мы к этому придем. Мы должны этим заниматься, мы должны служить природе, служить Абсолюту для того, чтобы... А служение – это значит в себе формировать всю гармонию, которая есть в Абсолюте, есть в галактике. И в эту гармонию усиливать и формировать, ну, так сказать, резонансные эффекты в себе. Когда ты начинаешь раскрываться как звезда, будущая звезда, как будущая божественная звезда, как будущее в себе подобное. Вот нас формирует в себе подобного божественности. Вот эту божественность в себе формировать. Это я как раз и говорил, когда человек и показал пятый элемент галактического человека, космического человека. Вот куда движет нас, куда движет природа, она способствует этому. А мы в обратном направлении движемся, в инволюцию. Нас некоторым образом превращают в обезьян. Есть интересные сказки, обидные сказки Варина, по-моему. Кто написал Старик Хаттабыч? Вот, того же автора. Обидные сказки. И там показано, как формируется из человека обезьяна. Обезьяна. И вот мы, вполне возможно, так и происходила инволюция, когда человек превращался в обезьяну. Этот процесс не по Дарвину, а наоборот. Вот духовная эволюция превращает нас, но дальше замыкает в ровноэлектронную эволюцию, в звездную эволюцию. Вот мы должны быть космичными и жить в космосе уже на уровне, ну, хоть и на Солнце, хоть и в космическом пространстве. Только умение управлять, власть иметь над своим телом, управлять над собой. Душа и стремится прийти в тело, чтобы научиться управлять телом, научиться управлять мощь, более мощными энергиями, чем она сама имеет. Вот когда она соединится с телом, с этой личностью, которая находится в теле, когда личность подчинится душе, и тогда станет вот тот человек, космичный человек, который когда-то у нас был. В сказках наших все эти вопросы раскрывались и были. Можно обратиться к лингвистике, да? И в самом слове «правитель» – «править тело», «управлять телом». Вот чем полезна лингвистика. Да, да, да. Зашито всё запрограммировано в словах, то есть нужно понимать, правильно читать слова и понимать. Вот наш русский язык, он именно в этом направлении был создан. Он везде помогает понять, куда направить свою деятельность, свою направленность в совершенствование своё, своё служение, кому служение, миру служение. Вот это правильно. Спасибо за такое дополнение. И дальше система мер космической эволюции. А дальше я буду показывать, у меня всё это математически выстроено, как, имея свободу, вот единица, я единица. Если я отключусь от социума, а как бы космический человек себя представлю, я единица. Что мне эта единица, этой свободы делать? С этой свободой делать? И также Один, Бог Один. Что ему делать с этой свободой, если он один? Когда он отдаёт энергию, то он будет, уменьшая свою энергию, он даёт формирование объекта. Формирует все октавы, все объекты октав. Те объекты могут от бесконечно больших до бесконечно малых будет формировать все виды октав. А следовательно, свои частоты будут иметь. Вот это первое. И так далее. Я буду рассказывать, как последовательно, отдавая свободы, я получать буду линейные процессы, объёмные процессы, температуры все, и сознание, подсознание, плазму, подсознание, подсознание, коллективное бесконечно. Всё это будет раскрыто. И эти 10 мер эволюции будут представлены попозже. Главное, мы здесь отметили, что мы в правильном направлении идём. Мы обоснованно говорим об эволюциях как единиц, и себя ставим на позицию, как единица, на позицию космической эволюции. Вот это очень важно понять и представить. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот здесь ровно электронная эволюция, показана галактика, или звезда, любая звезда, она имеет в себе вот эту вот силу власти. Посмотрите, процесс, эволюционный процесс, когда идёт эволюционный процесс, сейчас наша звезда Солнца, она своей массой делает запрос, массой своей, и получает достаточно огромную энергию в центре. Она не ту энергию, которую мы получаем, или наши клетки получают, она более мощную энергию получает. И поэтому способна отдавать в мир огромные энергии, света, ну, вот эти вот всё, даже формировать планеты собой. Вот этот процесс, обменный процесс замкнутой системы, даёт развитие для Солнца. Оно растёт, оно расширяться будет, развиваться будет. Пространство у неё будет увеличиваться, внешнее пространство. Следовательно, у ней будет увеличиваться количество планет, которые будут превращаться в звёзды, будет формироваться новая галактика. Ну, поехали дальше. Вот очень важно понять, что каждый объект – это иррациональное явление. Вот давайте рассмотрим, очень важно понять, и это понятие иррациональности. Я сейчас перейду в ту область, где я показываю иррациональность, потому что это явление очень важное. Кстати, иррациональность в своё время вёл Стивен, вернее, не он вёл. Иррациональность считалась, что это нерациональное, то есть это где-то плохое. И это в греческом языке, так представляется иррациональность. И вот я написал специально, вот через 20-м году, может быть, это на смерти или как-то, ну, по крайней мере, четыре сотни лет назад вот Стивен этот жил. Четыре сотни лет назад книга Стивена X открыла умникам глаза и светлый образ чисел радуя. Дурными слыли числа гения, гипотенузы вида, метрики, плохое греки чтили мнение об иррациональной геометрике. Даже наука в наши годы не доросла до Пифагора. Простую истину природы в абстрактную свалили гору. И естество стало искусством. Каспирь сменил живое тело, и потеряли люди чувства высот космического дела. Ну, согласитесь, оно так. И вот давайте посмотрим, что дальше можно понять, что такое иррациональность. Вот на латине это неразумно. А это числовое представление параметрического значения неопределённой, не периодической, десятичной дроби. Она не имеет предела. Она бесконечная. Не просто дробь, а имеющая неограниченную точность, всё время уточняющая, вточняющая, вточняющая до бесконечности, выходящая за пределы приборного измерения и допустимого только в теоретическом познании. Вот я поэтому теоретически пытаюсь на основе иррациональности показать фундаментальный эволюционный процесс развития. И вот Симон как раз, Стевин, он в своей книге показывает, что, используя иррациональность, мы более глубоко будем понимать природу. Все плохие числа стали естественными, хорошими у него. Нет никаких абсурдных и иррациональных, неправильных, невыразимых чисел. Ну, это сейчас в науке не до конца понято, на мой взгляд. С введением иррациональных чисел в математике множество рациональных чисел расширилось до множества действительных чисел. Оно образует непрерывную последовательность на линейный континиум. Это сейчас я покажу. Субъективное иррациональность воспринимается как божественность. На мой взгляд. То есть оно связано с бесконечностью. А вот посмотрите. Функция спирали. Вот той самой спирали, о которой я пытаюсь сказать. Вот если мы напластуем первое начало, единицу события в окружающем мире. Ну, корни ищем. Корень из единицы, единица. И относительно этой единицы рассматриваем следующее событие. Тоже корень и единицы. Корень из единицы, единица по теореме Пифагора, как мы знаем. Ну, эволюционный процесс вот здесь показан. Вот я прям тот же самый на основе золотого отношения. Я как раз до этого рассказывал золотые отношения. И вот здесь вот единица плюс квадрат из единиц. Вот два катета формируют гипотенузу. Корень из двух. Корень из двух – это иррациональное число. Но если их в квадрат возвести, помните теорема Пифагора, когда квадрат гипотенузы, квадрат гипотенузы, это равен квадрату гипотенузе. Помните, да? Ведь прекрасно. Так вот, будем использовать эту пифагорейскую теорему. И дальше подставляем корень из двух, выводим сюда, на как катет, и формируем новую гипотенузу. Корень из трёх получаем. Опять же превращаем её в катет. Следующая гипотенуза будет корень из четырёх. И так далее. Вот этот процесс формирует эволюционный процесс натурального ряда. Георгий Георгиевич, вы говорили, вот сейчас Вселенную, ну, эту галактику показывали. Да. У меня был вопрос, но я не мог его задать, потому что я не мог найти модель. Да? Вот я сейчас нашёл модель анимационную. Да. И хотел бы у вас спросить, если сейчас выведу на главный экран, можно ли солнечную систему представить следующим образом? один момент. Ага. Так. А, великолепно, правильно. Ну, это... То есть, они не вокруг Солнца, они за Солнцем летят, но вращаются по орбите. Нет. Ну, давайте так. Они в поле Солнца летят. В поле Солнца. Солнце направлено в определённом... Он стремится вокруг своего родителя лететь. А планеты тоже вращаются вокруг своего родителя, вокруг Солнца. А уже как они... Вот здесь вопрос скоростей. Вот в зависимости от этих скоростей так будет рассматриваться и картина данного движения. Ну, это нужно вычислять, эти скорости. Физика пытается, мы и в философии пытаются, ну, вычислить эти скорости. Я не берусь рассматривать соотношение этих скоростей, но именно от соотношения скоростей будет рассматриваться, как вращаются. Может быть, чуть-чуть опережать какие-то планеты Солнца, может быть, наоборот. Ну, чуть-чуть. Может быть, но всё равно оно всё время вращается вокруг Солнечной системы. Потому что Солнце является родителем планет. Понятно, да? И Солнце самоустремляется вокруг своего родителя. Ну, и так далее. Мы уже об этом говорили. И вот в данном случае, если мы перейдём, посмотрим, как формируется спираль, и как работают в спирали вот эти события, нарабатываются, то мы видим, вот единица к единице гипотенуза сформирована, следующая гипотенуза, следующая гипотенуза и так далее. И в конце концов появляется, а расширяется, гипотенуза всё время увеличивается. Ну, как радиус, расширяется спираль. Ну, и, конечно, что будет складываться данный элемент гипотенузы с предыдущими, ну, которые раньше сформированы. Вот, например, здесь сейчас сформируется гипотенуза, здесь, а раньше сформированы вот эти гипотенузы. Ну, и катеты. Вот этот катет сформирован здесь, а раньше, вот сейчас вот катет сформируется, а раньше сформированы вот эти катеты. До него этот катет, а до него ещё раньше катет, вот этот сформированный. Поэтому они накладываются, складываются, и холодный синдез здесь происходит. Наложение форм друг на друга, а примерно формы, они одинаковые. Но окружающий мир, он повторяется, он с некоторыми изменениями, но повторяется. И вот эта гармония повторяемости, она фиксируется более ярче, чем то, что не повторяется. Фрактальность. Фрактально. Безусловно, фрактально. Но эти фрактальности, события, как фракталы, и фрактал, цикл, цикл вращения, цикл вращения, тоже фрактал времени, а события, это фрактал пространства. И вот здесь вы сами прочитайте, посмотрите. Я здесь сказал суть явлений, то есть базу, на которой основывается мое видение эволюционного процесса развития мира. И здесь по-другому нельзя представить себе. И показывая эти вещи, их исказить невозможно. ну, поехали дальше. А, можно следующее просто. Ну, дальше мы видим, как точка превращается в линию, в площадь, в куб, в шар, и дальше более сложные фигуры человек, или галактики, человек и так далее. Вот, понимаете, сам процесс постепенно эволюционный процесс накладывается. И этот эволюционный процесс в конце концов и формирует тела, платоновские тела. Я добавляю здесь шар еще к платоновским телам, потому что шар, он к платоновским телам не относится. Но в данном случае переход, если вы будете у вершин срезать вот эти вершины и превращать их в плоскости, то мы всегда можете превращать тетраэдер вот в тетраэдер, ну, вот эти вот переходы экосайдер, вот дальше, вот так, дедекайдер в экосайдер, октайдер в куб, гексайдер, тетраэдер, в тетраэдер, вот, только вершины меняются на грани, грани меняются на вершины, ребра при этом сохраняются, если полностью раскрыть, хотя промежуточное количество ребер увеличивается. Ну, здесь я просто, это чисто математический процесс, здесь я вроде ушел далеко, поспешил, здесь дальше уже идет математика эволюционного процесса, но мы должны еще подобраться к определениям, что такое масса, заряд, и вот эти вопросы решить, потому что сейчас очень толково в интернете очень много вопросов возникает, неправильное понимание написано в учебниках, в наших школьных учебниках, в институтах, что такое массы, что такое заряд, что такое энергия и так далее. Мы сейчас с вами, ну, давайте все-таки последовать найти, мы сейчас перешли к знаниям, которые давали когда-то розенкрейцеры, это дисциплина материи, дисциплина духа, ну вот единое единство единиц представляется розенкрейцером так вот, а дисциплина духа представляется в виде логосов, первые семь логосов, они говорят есть, а дальше из них формируется весь мир логосов, но в данном случае они не говорят, что такое логосы, мне пришлось разобраться, что это операторы духа, операторы духа, конечно, операторы духа без материи не существуют, они обязательно проявляются в материи, и материя сама по себе проявляется с помощью операторов духа, они один без другого не существуют, вот вам дуальность понятия полярности дух и материя, но синтез, их синтез, и формирует нам понятие объектов, объемов, форм и так далее, даже вот если рассматривать дисциплину духа как операторы инверсия, сложения, равенства, больше или равно, больше, меньше, там, деления, умножения, в данном случае логическое умножение, арифметическое, вот, то инверсия, инверсия, только инверсия, дает уже двойную инверсию, инверсия, инверсия, ну, двойную инверсию, вместо сложения, вычитания, вместо равенства, неравенства, вместо больше, меньше или равно, вместо меньше, больше и равно, вместо деления умножения, вместо логического умножения – сложение, логическое сложение. Вот весь эта комбинаторика, вся, если рассмотреть всю комбинаторику вот этого духа, мы можем выстраивать алгоритмы. В лингвистике логос – это голос, глаз. Да, голос, глаз. Ну, это фактически оператор духа, который меняет что-то в материи. А материя, что такое материя? Это грань, материя – это грань между внутренним и внешним полем. Вот я трогаю свою границу, грань, но грань между полями. И поля эти, внутренний мир взаимодействует между собой внутренний, то всё, что он напластовал в себе и о чём он может мечтать, человек, он всё внутри себя проработает на уровне сознания. А вынося эту проработку свою во внешний мир, он позволяет этому полю, внешнему полю своего представления мира, что он хочет, свои планы и так далее, позволяет взаимодействовать с внешним полями всех объектов мира. Смотрите, как интересно получается в лингвистике. Пространственная ориентация – это пределы, пороги и границы, а во временном – это периоды, промежутки, сроки, во временных измерений. Это не противоречит этому явлению. Это просто как дополнение. Да. И получается, взаимодействовать в нашем внутреннем пространстве через внешнее поле, взаимодействие со всеми внешними полями мира формирует нам будущее, то, что согласуемся мы с миром или не согласуемся. Будем и результат на полосовом центре у нас – это согласование. И вот с задержкой оно потом у нас будет проявляться в нашем отношении, в нашем восприятии мира нас. Мы-то знаем, что мы врём, да? А мир может не знать, но потом, через некоторое время, он узнает, что мы соврали. Мы знаем тогда, когда мы врём, когда мы действуем, когда мы думаем неправильно, когда мы слова говорим неправильно, когда мы действуем неправильно. Мы знаем, что мы во вред делаем кому-то, но мы при этом не знаем, как реагирует мир. А вот потом, через некоторое время, это отразится и в нас. Но это будет с задержкой. Возмездие всегда происходит через задержку. Это понятно. Итак, что такое, мы говорим, энергия? Это мера любого неравенства. Ну, квантованная мера неравенства. Материально-духовного содержания, которое при отсутствии равновесия вызывает кинематику движений к равновесию, стремлений к равновесию всегда. А при уравновешивании неравного образует напряжение, потенциаль, потенциальное состояние, формы. А материя – это граница, ну, я уже говорил, что между квантовыми, потенциальными, внешними, внутренними полей объектов, связанных… Это бесконечно малый элемент, вот эти вот объекты. Бесконечно малые объекты, но их такое огромное количество. И на основе эфира можно, на основе голограммы, которая наработана в телах, в более грубых телах, мы можем, эфир этот может повторять эти тела. Ну, на уже тонком варианте, в своём варианте. Это очень тонкие, бесконечно малые элементы из пространства, первопространства. Вот сейчас мы будем говорить как раз. И здесь отличает вещество от материи. Отличает вещество от материи. Вещество, материя, форма материи формирует вещество, форма. У вещества есть форма, энергия, форма энергии. Вот это вещество, а материя – это грань, граница между внутренним и внешним полем. Всё. Так, я имею в виду другое. Ну, ладно. Так, дальше. Вы меня сбили, немножко перебили. Связаны, вот, материя, значит, грань между внутренним и внешним полем, связана контактным взаимодействием всех уровней иерархии, уходящих в иррациональность, как к дельта-функции, дельта-функции небытия. То есть, к этому эфиру. Вот, доходит до эфира, а потом вообще исчезает, как небытие. Вот, эфир, он рядом с небытием. И дальше, представляющих ткань. Вот эфир – это ткань, из которой формируется весь объект, объективный мир, объекты. Из которой строится реальность. То есть, всё разнообразие форм энергии, и в видимом, и в невидимом мире. Вот этот невидимый мир – это просто вид тёмной материи. Невидимый эфир – это тёмная материя. Это материя, эфир. Это объекты. Тонкие, бесконечно малые объекты. Поэтому, вот, тёмная энергия, тёмная материя – невидимая, просто невидимая. Вот и всё. Неощущаемая, никакими приборами, даже человеческим… Ну, вот этой философией мы можем понять это. Понять можно, но измерить, определить – это невозможно. Так вот, что такое заряд? Итак, мы сейчас будем физику заряда рассматривать. Но, тем не менее, я скажу. Это квантовная величина событий или сумма запасённой полярной электромагнитной энергии объекта, определяющая интенсивность, напряжённость его электромагнитного поля согласно закону Кулона. То есть взаимодействие, включается взаимодействие на основе заряда, но на основе массы тоже взаимодействие есть. Чем отличается масса от заряда? Масса – есть уплотнённый циклами времени количественный объём событий, где сумма полярных зарядов, энергии, квантованных событий, среды еды, взята в абсолютной величине, в абсолютной величине. То есть нету у массы плюса, минуса, у заряда есть плюс-минус, а у массы по абсолютной величине взято это и то, и плюс заряд, и минус заряд – это всё элемент массы. Поэтому сумма зарядов, взятых по абсолютной величине, – это и есть масса, которая своей силой вызывает соответствующий заряд энергии событий, негантропию, в свой соццентр. Масса, она притягивает своим состоянием гравитации, своей гравитации, более гравитации нет, там некоторые и так далее, думают, есть гравитация, то есть притягивает своей массой события, и в соответствии с массой в центре напластовая соответствующая энергия событий. Соответствующая энергия событий. Поэтому, конечно, почему Солнце растёт? Потому что в центре напластовывается огромное количество массы, негантропийный процесс, а на внешнем мире энтропии рассеивает энергия, огромное количество энергии Солнца. Огромное количество. Она излучает, она отталкивает от себя всю энергию. Даже стараясь, вот мы говорим, даже вот мы понимаем, что мы, ну, её планеты, постепенно отходят. Мы, конечно, находимся на определённой экофициальной поверхности, то есть летаем на определённой орбите, экофициальной орбите, но эта экофициальная орбита постепенно отдаляется за счёт роста самого Солнца, за счёт роста нашей планеты. Отдаляется. Поэтому галактики разбегаются по этой причине, потому что в центре мира там всё время идёт рождение, 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 нового, нового, нового. А куда его девать? Оно всё идёт в периферии, а на периферии распад идёт, там уже другой процесс. И распавшая энергия в тонком варианте возвращается назад, потому что в тонком варианте она соответствует золотому отношению устойчивости, оптимальности. Она ничего не напластовывает себя, она возвращается к центру, и здесь она начинает нарождать в себе подобные элементы, ну и себя выращивает, потому что уже в неё напластовывается весь мир в целостности, вот эта вся единица. Вот только тогда. А на периферии там какая-то часть, однобокость, неравноверность, если есть напластование, то распад быстрее совершается, чем негантропийный процесс. То есть энтропийный процесс быстрее формируется, чем мегантропийный процесс. И поэтому элементы распадаются. Итак, мы показали, что такое масса и что такое заряд. А теперь давайте посмотрим, посмотрим, что же такое энергия, что такое масса, заряд последовательно. Ну вот посмотрите, я вот просто сопоставил, что такое Эрк. Это 6,24 электронов вольт на 10 в минусе в 11 степени. Килограмм в метр 6,13 на 10,19 электронов вольт. 20 секунда есть такая энергия электронов вольт. 6,24 тоже как Эрк почти, но только другое количество электронов вольтов. Тут, в смысле, 10 степень его другая. Атмосфера, литр атмосферы 6,33 на 10,20 электронов вольт. Килограмм, это, грамм калорий, калорий то же самое 2,61 на 10,19 электронов вольт. Посмотрите, как всё очень близко сходится. А эксперимент, он не может по-другому. Он пытается экспериментом получить какие-то вот эти элементы, энергии и так далее, там каждый по-своему делает, и получает разные эффекты. А на самом деле это всё одно и то же. Золотое отношение. Золотое отношение, потому что это критерий устойчивости, оптимальности природы. Могу ещё раз, может, повторить, я раньше рассказывал об этом, что в Жуковской академии профессор приехал ко мне и спрашивает, я использую Наквиста, Бенмана, Липунова, Каши для того, чтобы оптимизировать свои алгоритмы. А вы говорите золотое отношение к критерию устойчивости, оптимальности. Ну, там говорил я золотое сечение когда-то. Это одно и то же, только немножко шире, глубже. золотое отношение не линейный процесс, а там некоторым образом линейный процесс. Слово соотношение. Отношение? Не-не, я говорю слово соотношение. Соотношение. Отношение. Золотое отношение. Стоп. Дальше. Что получается? Получается, что единое, есть единая константа, которая формирует энергию, электрон-вольт. А действительно элементарная элементарная единица массы это электрон. Он имеет как раз заряд золотого отношения. Он сходен с ним. Здесь рассматривается я не буду останавливаться. Может быть здесь хотелось бы, чтобы физики очень тщательно просмотрели вот эти все зависимости. Может быть, у меня какие-то возможные здесь ошибки могут быть. Но джоуль, например, это обратная величина электрон-вольта. Ну, если электрон-вольт у нас 10 в минус 19 степени, то у джоуля 10 в плюс 19 степени обратная величина. Ну, соответственно, электрон-вольт. Ну, и так далее. Конечно, это нужно, чтобы специалисты глубоко и тщательно проверили эти вопросы, просмотрели их и приняли единую, я послал в единую систему мер эту информацию о том, чтобы они, если они собираются справить меры, они там собираются вроде бы за счёт чего? За счёт того, что формулу МВ-квадрат энергии, формулу энергии МВ-квадрат соединить с формулой планка энергии равняется Ашемю, и надо там некоторым образом подкорректировать и изменить меры энергии и так далее. Так вот, если делать меру энергии менять, то надо основательно по всем параметрам, по всем я там очень много меняю констант, очень много подправляю константы и температуры, и тонкую структуру, константы тонкой структуры и ну и так далее. Там многие константы они уточняются. Вот на основе математических изложений я это все оформляю по-другому. Вот давайте посмотрим, что такое заряд. Мы здесь увидели энергию. А вот что такое заряд энергии? Заряд энергии вот посмотрите водород. Вот у него есть электрон и протон. Ну в данном случае масштаб протона в 1836 раз больше электрона. Но вы не обращайте внимания на здесь порядок. Я просто ну невозможно нарисовать вот в этих масштабах, которые реально существуют всю эту картину. но тем не менее вот представьте себе, что здесь вот этих электронов маленьких кубиков 1836 вот в этом побольше кубики. И тогда протон с электронов формирует водород. Но здесь нейтрона я только рассматриваю протоны. Нейтроны я ну для того чтобы упростить картину представления заряда исключил. Почему? Потому что нейтрон это нейтральная величина. Она только включается в массу. Вот нейтральная величина это сумма зарядов взятых по абсолютной величине. А если нейтрализован заряд он превращается в нейтральный ну например нейтрон это протон плюс здесь я электрон внесу в протон то я внешнюю картину нейтрализую то есть по поверхности его распределю так чтобы нейтрализовать его тогда протон превратится в нейтрон вот по массе это так а по заряду это нейтральность нейтрон становится нейтральным поэтому нейтральные элементы которые будут входить в массу того или иного объекта я не учитываю здесь ну вы по таблице Менделеева известно сколько каукового количества нейтронов в каждом объекте здесь я показываю представление заряда чтобы понималось отличалось заряд от массы что такое масса и что такое заряд и почему вдруг так распределяется таблица Менделеева как она развивается сама таблица Менделеева как она строится вот вы представляете в нейтральном варианте вот если 6 8 элементов взять вот 8 элементов которые должны были быть ну вот вот например вот 8 элементов заполнены все то он превращается в неон нейтральный элемент вот так же и в данном случае на более тонком уровне вот нулевая нулевой период таблицы Менделеева я могу с помощью своей математики заполнять и своей вот этой структурой формирования заряда заполнять но я только могу ну как-то выдумывать а мне не хотелось бы выдумывать мне хотелось бы если заполнять нулевую таблицу нулевой период Менделеева то обоснованно и доказано доказательно но для этого нужно работать не только физиком философом и математиком вместе и тогда мы можем эту картину представить потому что сама картина она формирование этих зарядов формирование элементов она есть она уже вот разрисована и даже здесь она разрисована поэтому мы можем использовать эту математику которая здесь развита для того чтобы формировать расширять таблицу Менделеева более глубоко потому что очень много недосказанных таблицам Менделеева очень много итак посмотрите вот если я добавлю сюда два элемента протона два элемента протона ну у протона там еще два нейтрона то я буду сформировать да так же нейтрально так же будет сформирован гелий да этот гелий он не вот если бы я полную картину там картину раскрывал то гелий был бы вот из таких же элементов 8 элементов были бы у него 8 элементов но более тонких эти 8 элементов давали бы валентность нулевую валентность нейтральную валентность вот эту нейтральную валентность на основе 8 элементов я дальше раскрываю а здесь она не может быть раскрыта потому что Нет у нас информации о тех кварках, которые бы формировались на основе зарядов. Дальше картину я строю на основе заряда. Итак, имеем нейтральный элемент. В данном случае гелия. К нему прибавляется еще один протон. Я уже не говорил о нейтроне. Итак, появляется количество протонов, три вида протонов. Но здесь ведь относительно нейтральности появляется, вот видите, пустых мест 7, а одно место запомнило. Поэтому плюс-то одно, а минус 7. Вот эта валентность минус 7 существует у лития. И плюс 1, валентность плюс 1. Поэтому вот этот элемент может помогать заполнять, находить себе связь. Когда они строятся элемент более сложного характеристики, вот то мы можем понять, как заполняются эти пустые пространства. А почему эти пустые пространства? Потому что квантовано. Вот это 6 элементов – это возможность на данном уровне количества квантов, которые способны необходимо заполнить. Для того, чтобы сформировать следующий уровень нейтральности. Но если следующий уровень нейтральности не заполняется, то появляется понятие заряда. Заряд, который может иметь вот плюс 1 и минус 7. Следующий заряд плюс 2, а вот здесь вот, плюс 2 и минус 6, плюс 3 и минус 5, плюс 4 и минус 4. Вот вы посмотрите углерод. Он может быть валентным. Углерод может быть валентным принимать 4... Ну, углерод с углеродом связываться. То есть отдавать 4 элемента и принимать 4 элемента. Поэтому углерод с углеродом может связываться. Поэтому вот эта вот материя, активность материи, здесь у углерода огромные возможности есть. Понимаете? Высокая углеродская сталь. Да, там, например. Ну, дальше. Посмотрите, азот. Здесь уже 5 и 3 минуса, 5 плюсов. У кислорода 6 плюсов и 2 минуса. Вот он двухвалентен, только отрицательная валентность. Заметьте, отрицательная валентность. Вот аж 2О. Вот он сюда пришёл, элемент заполнил. Сюда я здесь всегда рассматриваю внешнее поле данного объекта. Здесь нельзя рассматривать внутреннее поле объекта. Здесь заряд с точки зрения внешнего поля. Вот сюда заполнил электрон. Попал сюда, заполнил. И всё, кислород, соединяющийся с двумя водородами, стал нейтральным. Относительно нейтральным. Относительно... Ну, масса-то у него имеется. Но нейтральность его с точки зрения вода, H2O, она несёт уже нейтральную функцию. Она может, безусловно, на основе голограммы как-то изменять структуру по массам или по тонким связям, электронным связям, тонким вариантам. Но, по сути, она уже нейтральна. Поэтому водные структуры, как нейтральные, они формируют вот эти среды, огромное количество сред. Также воздуха, если посмотрите, ну и так далее. Втор, следующий уровень, появляется заряд. Здесь 1-А7+. И потом, в конечном итоге, неон. Полностью заполнен. Полностью нейтрален. Но заметьте, нейтрон вместе с гелием, вот с этими добавками, 8 плюс 2, он формирует 10 элементов. Вот это 10 показывает, что возможность превращения неона, ну, элемента в шаровую структуру. Вот это очень важно понять, когда кубичность формируется, структурируется в шар. Я потом покажу доказательности этого явления на математике. Но здесь именно преображение идет в неон, как газ. Элемент газа формируется. Легко формируется в элемент газа. То есть, газообразное явление. И дальше к нему, опять же, начинается прибавляться по единице натрий, магний, алюминий. Я уже, вы сами просмотрите, кремний. Но вот после кремния, после кремния, ну и так далее. Вот здесь вот напишут, и так далее. Пока не заполнится полностью картина... Ну, что у нас следующий нейтральный элемент после гелия? Неон, да? Неон – это когда все элементы вот эти будут заполнены. Вот будет неон. И тогда он опять будет в газообразное существо. Газ превращается в газ. Почему? Потому что у него легко он превращается в шарообразные формы, структуры. Вот здесь дальше я рассматриваю... Если мы рассмотрим калий, как формируется после неона, вот он заполнен полностью, калий и натрий, кальций, вот калий дополняется единицей, и кальций дополнен единицей, вот заметьте, 10 вот здесь вот заполнено полностью 10, и вот здесь 10 заполнено. Как только десятичная основа оформлена, все, это два шарика, готовые, они заполнены внутри полностью. Вернее, они внутри еще не заполнены, они по зарядам заполнены полностью. А вот внутренние структуры шара, уже я здесь рассматриваю внешнюю структуру, а вот чтобы внутреннюю структуру заполнить, мне нужно формировать, дополнять уже другими элементами, вот другими элементами. Например, доцинка. Доцинка, ну, я не знаю, заполнять то, что не заполнено внутри самого элемента. Не вне внешней области, тут все зарядами, тут все заполнено. Мы пока не наполним внутреннюю структуру, мы не сможем формировать следующую функцию валентности. Вот эти вот заряды, они формируют функцию валентности. А здесь мы не можем формировать функцию валентности. И мы должны пройти вот этот весь этап формирования от кальция до... до цинка. Вот цинк. До галия, по-моему, галия это. Вот до галия все внутреннюю структуру заполнять. Как только мы заполним внутреннюю структуру полностью, а при заполнении по единичке выявляется новый элемент. По массе. А валентность остается одна и та же. Валентность двойная. Остается, как у кальция. Поэтому я назвал этот весь спектр кальциниды. Вот это структуниды. Вот это барениды. Это... Как это? Радий, да? Радениды. Ну, в общем, по этому. Но у них входят еще вот... В них также заполнение. Траншурное, да. Да. Актуниды и так далее. Вот эти все вещи. Но это связано уже в отличие. Значит, если мы по внешнему структуре строим валентные связи и дорабатываем уже по валентным связям следующие элементы, а там, где вот оформлена внешняя структура, оформлена под шар, то необходимо еще дополнить внутреннюю структуру. Поэтому элементы здесь возникают по массе. Масса меняется в внутренней структуре, элемент меняется, а заряд остается. Внешний заряд валентности остается. И вот так вот надо рассматривать таблицу Менделеева. Вот я так ее рассмотрел в своей структуре. Ну, здесь я не могу. Ее нужно... Она настолько мелка, в смысле, там, чтобы раскрыть ее подробности. Здесь я ее не стал показывать. Я решил показать вот на основе формирования заряда. Как работает заряд на сущность валентности. Вот эту сторону, оно помогает раскрыть саму элементную базу. Ну, а понимая весь этот процесс, понимая, как формируется эта зарядная валентность, можно раскрывать дальнейшие земельные... Ну, все виды материи, которые и нулевой периода, и, может быть, более тонких... Ну, например, я показываю, из чего состоит электрон. Вот мы знаем, протон состоит из электронов. Мы показываем, сколько там и так далее, и почему заряд меняется в зависимости от этого. А потом я могу показывать, а с чего состоит электрон. Я показываю, сколько количество, какое количество состоит на основе золотого отношения. Это единый закон, он позволяет глубже рассматривать элементы внутри нулевой таблицы Менделеева, периода Менделеева. Его раскрывать. Ну, и таким образом расширять таблицу Менделеева более глубоко. Это вместе с химиками, конечно, это нужно физики, математики, химики. Вот четыре человека, философ, четыре человека собрали, или, может быть, каждый из них, если он разобрался в философии, вот в этой философии, если он разобрался в математике, в той, которую я покажу здесь дальше, математику, если он разобрался в химии, а химия – это взаимодействие более сложных элементов из этих атомарных элементов, молекулярных элементов, там дальше и более сложных, то, а дальше и сознание, может быть, даже и биологов включить сюда, то можно рассматривать, как формируется человек. Это всё легко понять математически, физически, психологически и так далее. Так, дальше рассмотрим. Можно сделать перерыв немножко. Да, может быть, перерыв. Сколько сейчас прошло времени? А два часа. Ну, может быть, действительно перерыв. А, может быть, на этом закончим, в следующий раз начнём, с этого момента? Да, конечно. Потому что бесконечно говорить нельзя. Хорошо. Хорошо, потому что, да, действительно. И из этого, вот процесс, эволюционный процесс элементов, я, как бы, может быть, предварительно повторить, там, что сказано было. Я это сделаю. Дорогие друзья, как мы видим, существует огромное количество интерпретаций. Зайди. Или выключи. Существует огромное количество интерпретаций, как устроен мир. И если предположить, что были древние времена, и кому-то как-то надо было донести эти знания, мы можем предположить, что в религии были зашифрованы комиксы, как устроен мир. И для простого поведенческого исполнения были, не рассказывали, как устроена валентость, как устроен заряд, как происходит холодный ядерный синтез, как происходит вот этот вот переток. Это, ну, простым крестьянам, простым людям трудно, наверное, было донести. И были даны простые пазлы «не убей», «не укради», которые и определяют нравственность по космическим основаниям, по космическим законам. И в сегодняшнем дне было бы очень хорошо, чтобы мы понимали, что религии – это некие переходные формы, позволяющие сохранить глубокую нравственность человека, дождаться, пока интеллектуальный уровень человека поднимется на тот уровень, чтобы суметь понять, о чем говорят единицы, которые двигают цивилизацию вперед, и, познав, как устроена материя вокруг нас, создать технологии изобилия, чтобы мы перестали друг друга эксплуатировать, мы перестали друг друга убивать в борьбе за ресурсы, ибо космос безграничен, и строительного материала для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым, в изобилии. Правильно? Правильно. Правильные выводы? Я даже более того скажу. Так как энтропийный процесс позволяет нам все время наращивать себя, развиваться, пусть медленно, вот акселерация идет, как раз мы одновременно с атомами, атомы развиваются, расширяются, и мы вместе с ними потихонечку развиваемся, расширяемся. Мы идем сейчас ближе к галактике, приближаемся вместе с Солнцем, поэтому мы неизбежно будем увеличиваться в размерах, но это не важно. Важно, что мы еще и сознание наше будет настолько развиваться, вот подсознание оно многое уже знает, но в подсознание ушло и молчание, а теперь мы из подсознания это все поднимем, осознаем, власть над энергиями, над телом приобретем и станем космичными. Вот в этом направлении наша цель-то идет, то есть по образу и подобию нас и формирует вот этот мир Абсолюта. Но для этого надо постепенно сознание свое расширять. Я потом очень хорошо покажу, как процесс этот постепенно математически и физически происходит, как сети сетей развиваются, как наше сознание за счет сети сетей взаимодействует между собой, и появляются алгоритмы, как эти алгоритмы уходят в подсознание за счет постоянного повторения, повторяемости, и в результате они работают без нас, а мы выходим на следующий уровень восприятия, понимания. Ну, нельзя обосновывать свое развитие на материальности, нельзя основывать свое развитие на денежной бумажной массе. Власть иметь над своим энергопотенциалом, над своим полем, над своими телами, а не над чужими. Вот это главное. Конечно, среди нас бывают управляющие люди, которые знают, как управлять обменным процессом между нами, помогают нам жить вместе. Это не возбраняется. Мы можем их выбрать, кто может это делать. Пожалуйста. И пусть он выполняет свою функцию, но одновременно и себя развивает. Но, прежде всего, основа – это развитие человека, а не развитие монстров, вот этих вот технических средств. Они нужны нам, они помогут нам. Хорошо, пусть они будут. Но, прежде всего, это человек. Какие следующие темы вы хотели бы озвучить в следующий раз? Ну, вот я сейчас буквально покажу вам, собственно, процесс моего представления. Вот я вам показал, здесь будет, если будут вопросы по этим слайдам, пожалуйста, я и буду рассказать. Я вам рассказал, вот этот ряд слайдов, я вам весь рассказал. Это слайд опора нашего учения, учения ПИ, природного интеллекта. Опора. Вот на этой опоре я как бы начало говорю. Дальше я рассматриваю определение. Вот иррациональности, заряда и так далее. Вот я закончил вот на этом слайде. Вот в данном случае 21 слайд. Дальше я буду рассматривать некоторые формулы, покажу, как вообще формируется масса, как формулу масса формируется, ну, вообще какую-то некоторую математику подскажу, чтобы из математики вывести определение массы. Хотя я и сказал, я бы, если сумма зарядов взятых по абсолютной вещь, нет. Ну, а как? Почему? И вот я свяжу это с формулами. Не только с понятиями, не только пока с валентностью, с зарядами. Вот я это всё показал вам. А ещё и с формулами. В общем, красота эта неописуемая будет. Когда ты знаешь, понимаешь весь процесс, осознавая связи математики, физики, вот эти все формулы и так далее, с физикой, с психикой своей, то это просто становится уже некоторым чудом. А если мы начинаем совместно по согласию жить и работать, формировать себя, то, ребята, это быстро мы становимся галактическими, космическими людьми. Спасибо. А дальше будет последовательно рассматриваться, что такое одновременно с настоящим прошлым и будущим. Вот это козырские явления. Здесь рассматривается, что такое род, родитель, рождение, галактик и так далее. Это я уже рассказал, но здесь покажу ещё, так, структуру Вселенной. Дальше вот здесь вот я показываю, вот я не рассказал немножко, показываю минеральную эволюцию. То есть в наших... Вот я сейчас буквально покажу. Дмитрий Григорьевич, надо немножко жалеть зрителя. Да, 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 да. Ну, хорошо. И так далее, и так далее. Будет дальше раскрываться, раскрываться, раскрываться человек. Со всеми возможностями. Стих. Серия, конечно, серия. Без этой серии невозможно всё это... Всё, дорогие друзья, это 11 января 2019 года. Бондаренко Юрий Григорьевич слушал внимательно. Это Кулебаба Анатолий Николаевич. Глобальная волна. Большое спасибо. Стоп. Снято. А вы иисус.